Профессора и резиденты Октюбинского медуниверситета тоже задействованы в борьбе с коронавирусом. В стационарах трудятся порядка 500 представителей вуза. Даже переболев, они возвращаются в строй. Корпуса одного из старейших вузов региона давно пустуют. Преподаватели сменили строгие костюмы на белые халаты. И вот уже несколько месяцев участвуют в спасении человеческих жизней. На помощь к медикам круглосуточно задействованы в борьбе с коронавирусом, а теперь и в пневмонии были направлены и студенты резидентуры. Всего около 400 человек. Сегодня они работают в пульмонологических стационарах, открытых на базе четырех медучреждений. Наши ребята, наш профессорский преподавательский состав постоянно, начиная с объявления момента карантина, неустанно оказывает практическую помощь практическому здравоохранению. Порядка 30% всего нашего профессорского преподавательского состава, кто был задействован в провизорных, карантинных госпиталях, и в том числе и резиденты. Они, к сожалению, или заболели, или переболели, и сейчас повторно выходят на работу. Дефицит врачей в регионе покрывается и за счет выпускников медицинского колледжа. Для оказания помощи пациентам стационаров были направлены 100 человек. Несмотря на это, проблема остается актуальной. Что касается перебоев с поставкой лекарственных препаратов, вопрос находится на контроле. К сожалению, 573 аптеки, несмотря на своевременность поступления лекарственных средств, не могут обеспечить необходимую возросшую потребность. В этой связи с владельцами аптечных сетей проводится работа по увеличению поставок в регион медикаментов и по недопущению повышения цен. К тому же приходится просить население приобретать препараты только по назначению врача, а не за невпрок. Отмечу вирусную пневмонию, с начала июня подхватили свыше 2000 актюбинцев. 1300 человек госпитализированы в медучреждения, 62 скончались. Айслу Махмутова, Инадин Молдабеков, Актюбе, Хабар, 24. Редактор субтитров А.Семкин